Доброе утро! Огромное, что вы присоединились к нашей беседе. Иван, вот сразу такой вопрос. Вот скажите, оформляйте вы объект, все замечательно, проезжайте, возможно, потом через месяц-два и видите, насколько все испорчено. Бывали такие ситуации в вашей практике? На практике такое почти не случается. Ну, причин, наверное, две. Во-первых, существует некая этика между художниками не портить чужие холсты, так скажем. Это такой командный дух среди художников существует. И во-вторых, на самом деле у нас в городе очень много пустых еще холстов, поверхностей не занятых. Поэтому, фактически, если кому-то хочется где-то нарисовать, вполне можно выбрать себе белый забор или какой-то кусок стены еще не оформленный и уже там рисовать. Поэтому с такими вот прецедентами не сталкиваемся. Но вы обозначили этих людей как художники, да? А вот если говорить о той молодежи, которую, ну, никак художниками не зовешь, ни графичками, да, ни что-либо подобное, который преследует одну цель. Ну, просто испортить все, что видят на своем пути. Таких тоже достаточно. Вы знаете, я бы, наверное, по-другому стал говорить, что нет цели что-то испортить. Все равно есть цель самовыразиться, самореализоваться. У любого человека есть стремление что-то создавать в жизни. Другой вопрос – методы, которые человек использует и способности, которые у него есть для этого самовыражения. Поэтому, собственно, мы вот и занимаемся этим проектом для того, чтобы дать художникам возможность именно самовыражаться в созидательном ключе до города, в позитивном ключе, а не там, ну, так сказать, не рисуя или не там какие-то надписи, которые не очень украшают наш город. Поэтому, я думаю, тут вопрос именно установки направленности человека. То есть, либо он самореализуется путем какого-то вандализма, либо, и тогда он понимает, что он как бы вне закона, да? И тогда он понимает, что раз я вне закона, раз меня милиция гоняет, раз меня власти не признают, ну, я буду плохим тогда. Я буду рисовать где угодно, я буду бить стекла, я буду делать тоже, ну, как бы еще какие-то, так сказать, вещи. Либо же, если человек понимает, что он востребован, и вот его вот эти вот художества, они интересны, его поддерживает город, поддерживает там, ну, не знаю, власть, какой-то общий порядок. Он находится в рамках правого поля, то у человека уже нет такого протеста выйти за пределы. Он говорит, отлично, мне верят, мне доверяют, мне дают возможность что-то сделать в городе, и он уже старается что-то лучшее сделать. Иван, да, вот, ну, буквально, кстати, в связи с этим, буквально, наверное, год-два назад был такой проект, насколько я знаю, совместно с властью по, ну, оформлению тепловых станций, да, которые зачастую у нас не в очень приглядном виде. И здесь графическом как раз была возможность самореализовываться. Насколько я знаю, вы тоже причастны к этому проекту, правильно? А вот как-то повлияло на общую ситуацию этот проект? Безусловно. Ну, этот проект, этот фестиваль назывался «Энергия мечты», и проводился он компанией «Маяк», которая является владельцем всех центральных тепловых пунктов. И мы, как тогда еще члены студенческого правительства дублеров, общественной организации, были соорганизаторами этого фестиваля. За два года, за три года проведения фестиваля было оформлено порядка 1500 объектов, на самом деле, по городу Москве. И вот можно видеть, насколько уровень художников вырос. Во-первых, сами художники могут практиковаться, им давали краску, они могли практиковаться, и, ну, практика – это путь к мастерству. На самом деле, они растут в своем профессионализме, оформляя эти объекты. И, во-вторых, все окружающие люди, видя какой-то уровень работ, начинают сами расти, сами подтягиваться вслед за этим уровнем. Поэтому я считаю, что, безусловно, этот проект, он и вырастил и самих художников, и вырастил и общество восприятия настенной живописи, и дал толчок, импульс другим художникам развиваться и становиться лучше, рисовать красивее. В положительном смысле, да? В положительном, безусловно. А вот как вы для себя определяете ту грань, когда, ну, вот те же разукрашенные каких-то объектов считаются вандализмом, а когда это уже некое творчество и действительно приносит пользу городу? Хороший вопрос. Это очень тонкий вопрос, это очень скользкая тема, на самом деле. Всех свои вкусы, всех свои установки, свое мировоззрение. И я бы не стал лично сам судить, что является искусством с большой буквы, а что является пачканием, допустим, заборов. Но, на мой взгляд, лично я субъективно сужу, многие вещи я не понимаю. Да, многие вещи художники делают, я это искусство не понимаю. Ну, например, Иван, в качестве примера. Ну, есть такая известная группа художественная, Зу Клаб называется. Ребята работают 10 лет, у них очень свой стиль, он очень узнаваемый, свой оригинальный стиль, они являются такими, ну, признанными мастерами этого жанра. Я не очень понимаю их стиль, их эстетику, но при этом я понимаю, что люди работают, а, профессионально, б, вкладываются, делают это с душой, и у них цель самовыразиться и достичь высот в этом. Поэтому, мне кажется, что главное в мотивах у человека, вот у него мотив сделать что-то хорошее, позитивное, либо у него мотив, ну, какой-то, не знаю, безответственного поведения к окружающему пространству нашему, да. Я бы, на самом деле, не стал бы сильно вот брать на себя ответственность, чтобы разделить хорошее от плохого. Иван, я знаю, что вы знакомы с опытом Европы в этом смысле, да, вот как там, как они борются с вандализмом, ну, вот с негативным проявлением самовыражения? Вы знаете, мне кажется, что они даже не борются, насколько вот, ну, то, что я видел в Европе, честно говоря, некоторые города просто, ну, просто пострадали. Такое ощущение, что после войны, как после граффити, допустим, недавно был в Берлине, на городе нет ни одного живого места, ни на одном, там, сокольном цоколе дома, ни на одном заборе нет пустого места, чтобы кто-то не оставил там свой автограф, какую-то надпись не сделал. Это спальных районов касается. Да нет, даже в центре, на самом деле. Да, есть красивый граффити, есть красиво оформленные стенки, но, по большому счету, город реально испорчен. И видно, что власть, на самом деле, не предпринимает никаких усилий для того, чтобы, ну, видно, что не закрашивается. Видно, что, ну, по факту видно, что никто с этой проблемой не работает. И, на самом деле, если наше вот правительство, наша власть не будет работать с этим, то, ну, не дай бог, конечно, мы можем прийти к такому же самому результату. Потому что, в любом случае, у молодых людей кипит энергия, есть жажда, да, там, самореализации. И в любом случае, я всегда вот доношу это до власть придержащих, люди будут всегда рисовать. Нельзя бить людей по рукам. Они всегда придут, нарисуют. Другой вопрос. Либо мы направляем их в какое-то русло созидательное, и ребята уже рисуют что-то на благо города, на благо города. Они, понятно, востребованы, они ценятся там, они могут зарабатывать, расти как профессионалы в этом. Либо мы этот процесс не контролируем, мы им не управляем, мы закрываем глаза, и на выходе мы получаем хаос и просто стихию на наших улицах. Иван, вернемся к этой теме. Есть телефонный звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем. Доброе утро. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Иван, ну вот что касается заказа на расписку, мы сейчас не говорим, никуда обращаться, ничего. Просто сам механизм каков он. Кто вам помогает в том числе находить? Ведь это все делают совместно с властью. Ну, во-первых, у нас просто есть сайт в сети, и у других там, да, не знаю, компаний художников есть сайты в сети. Нам просто иногда часто пишут или звонят и просят. Вот недавно мы для жильцов благоустроили. Жильцы попросили. Да, просто жильцы сказали, вот у нас здесь детская площадка, мы хотим для детей что-то сделать. Вот мы нарисовали смешариков. Это вот в Южном Бутово, если я не ошибаюсь, в том районе. Просто звонят, просят, спрашивают. Кто-то просит задние стенки гаражей расписать. Но это все с разрешения все-таки городских структур официально. Да, это владелец объекта и управа, как правило, согласовывают. Да, Иван, и все-таки вопрос, от которого мы немножко ушли, но мне хочется немножко разобраться. Да, вы все-таки делаете акцент на художниках, то есть на объединениях ребят, которые, в принципе, ну, все-таки заложены некие стержни, так скажем, и понимание, чего они хотят. Да, нужно направлять их в определенный русло, здесь в этом нет сомнений. Ну, а что делать с теми молодыми людьми, которые вот выходят вечером попить пиво, простите, да, и обязательно либо скамейка сломается, либо, не дай бог, цветы будут вырваны, да, а жителям-то больно и обидно, они старались, делали, а вот все на смарку. Вот как молодого человека вас спрашивают, даже не как руководитель компании. Ну, это, видимо, надо сказать, ну, я не знаю, это история, страх, как мир, да, есть созидательное начало в людях, есть разрушительное начало, и тут, не знаю, наверное, просто как-то смириться с этим, принять, потому что в любом случае вот эти импульсы, они всегда в обществе существуют, кто-то строит, кто-то рушит, наверное, и мир, он строится на этой диалектике, поэтому... А исправлять молодежь нет, не надо, может быть, придумать занятия, которыми могли заняться ребята? Ну, вы знаете, ну, хороший вопрос, занятия... Хотя вот вы правильно сказали, ведь это как раз направить в нужное русло, да, найти... Ну, энергия-то есть все равно, она выплеснется, да, вот вопрос в том, как бы эту энергию, направлять куда-то, поэтому мы и призываем, на самом деле, не надо переставать рисовать на стенках, просто делайте это... Качественно. Качественно. Да, я не предлагаю сейчас посмотреть, как вы это делаете, у нас есть несколько картиночек, работа как раз компании Ивана, просто посмотрим, как это все выглядит, потому что телезрители представляли, я очень... Средний вопрос к вам, вот, еще, возможно, даже, там, учащись в школе, в институте, да, вот в пору вот этого, вот этой молодости, приходилось все-таки, вот, помните, момент, когда что-то сделали, не то? Конечно. Ну, было, ну, у кого не было, у кого не было бурной молодости, не будет спокойной старости, как говорится, вот. Но единственное, я помню, такой-то фрагмент, если позволите. Мы с моим другом стояли на этаже, и у него случайно оказался маркер, я вот помню, мы еще учились в школе, и когда в руках находится маркер, естественно, ну, невозможно что-то не написать. А поскольку стенка, соседи, ну, все знаем, понимаем, что писать ничего нельзя. И вот этот творческий порыв, мы просто вот пришлось взять маркером, обвести все какие-то контуры прямые, то есть, и по факту, то есть, не было ничего написано, но все углы, все прямые линии этим маркером были у нас исписаны. Но когда маркер есть, как говорится, ружье, если висит, оно должно выстрелить. Да, я обещаю, никому об этом не расскажу, это будет секретом. Спасибо вам огромное, Иван, спасибо, что пришли к нам сегодня и поделились своим мнением. Ну, а сейчас я предлагаю послушать наш опрос, где молодые люди говорят, вот, приходилось ли им заниматься подобным, и что они с собой делали в том числе. Ну, а чуть позже к нам проймется руководитель общественной организации, с которой мы поговорим, как как раз занять молодежь, что нужно сделать, чтобы вот, как бы, руки были заняты. Чтобы руки были заняты. Давайте посмотрим.